Привет! Сегодня конец апреля, а это значит, что мы по традиции делаем завершающий тест-драйв. Сегодня у нас на тест-драйве вот такой вот электрический сноубайк. Мы называем его пока что рабочее название Супер, Снежик Супер. Он сделан в черном свете, но дальше он будет очень прикольным дизайном. Поэтому это, можно сказать, опытный образец, предсерийная версия, которая готовится на следующий сезон уже к серийному производству. Основное отличие, конечно же, это гусеница. У этой гусеницы зацеп гораздо больше, в три раза. У него зацеп 6,5 см, а это значит, что в рыхлом снегу, в пухляке он будет ехать очень хорошо. И, в общем-то, нету практически ограничений по глубине снега. Из-за того, что гусеница более широкая, мы здесь уже использовали склизовую подвеску с двумя рельсами. То есть, более устойчивая конструкция. И сзади мы поставили большие 200-е катки. Конечно же, это не предел. В серийной версии мы планируем ставить катки больше, может быть, 250 даже миллиметров в диаметре. Но пока тестируем сейчас вот так вот. Впереди у нас также ставится широкая лыжа, порядка 28 см. Но чуть позже, конечно же, в серийной версии мы планируем еще более широкую лыжу для глубокого снега. Ну и, в общем-то, все конструктивно почти так же, как на нашем сноубайке снежик фрирайд. То есть, здесь мотоциклетные подножки, здесь мотоциклетное седло, вилка, руль. В общем-то, большая часть компонентов, они похожи на мотоциклетные или, в общем-то, взяты с мотоциклетной техники. А это значит, что привыкать не нужно, не нужно ждать каких-то дефицитных запчастей, что эксплуатация происходит достаточно, как бы, легко и, в общем-то, никаких сложностей не должно составлять. Конечно же, такой сноубайк не является заменой снегохода. Это, скорее, такое дополнительное устройство, отдельное для отдельного увлечения, поскольку техника управления отличается от снегохода. У снегохода три лыжи, одна гусеница, очень такая устойчивая позиция в треугольнике. Сноубайк – это снегоход, по сути, одноколейный, у которого одна лыжа и одна гусеница сзади. И, по сути, посадка здесь мотоциклетная. Здесь вы сидите практически всегда. Иногда выставляете ноги для того, чтобы, может быть, придержаться или в поворот наклон уйти. И эта конструкция, она, конечно же, дает преимущество. То есть, байк более мобильный, чем снегоход. Друзья, но самое классное, что байк-то электрический. А это значит, что не нужно регистрировать его, не нужно каких-то требований Роспотребнадзора соблюдать. Поскольку техника разработана специально для внедорожья, не для дорог общего пользования. А это значит, что его можно, в общем-то, любому человеку эксплуатировать. И управление достаточно легкое. Ну, то есть, не нужно специального кого-то опыта. Есть просто ручка газа, есть некоторые переключалки электронной скорости. Но не нужно переключать коробку передач, там, ногой где-то. То есть, вот это все, ничего этого не нужно. Просто газанули и все, поехали вперед. Но самое крутое, что у электрических сноубайков есть задний ход. И я в видео покажу, как это выглядит. Нажимаете кнопку, крутите ручку газа и все, у вас байк едет назад. Если где-то заехали, не туда, застряли или нужно развернуться в коротком каком-то коридорчике. Все, задний ход включили. Раз, немножко выехали и все, отлично, поехали дальше. На бензиновых сноубайках, к сожалению, такого нет. Если у тебя какие-то есть вопросы, можешь писать прямо под видео внизу в комментариях. Мы стараемся на все комментарии отвечать. Ну и, конечно же, подписывайся на наш канал, ставь колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. А новых видео будет достаточно много. Поэтому, пока! Субтитры сделал DimaTorzok